телеканал крт представляет аваков держится на своем месте исключительно путем террора он терроризирует и самого зеленского и украинскую власть он скажет у меня под ружьем в батальоне азов 2000 например вооруженных человек это не считая национальных дружин не считая зова от грубо говоря у меня 5000 бойцов под ружьем завтра они придут к администрации президента завтра они придут это и хорошо выбейте их они вооружены что и хорошо полиция он же имеет коррупционные схемы в самой полиции кого будут подчиняться полицейские сто процентов зная что у того же авакова на них компромат не ну я розумію це якби мы казали про ци всі випадки при правлении пана петра порошенко ми розуміли що пан аваков він досить серйозна фигура але ми очікували що в принципі за рік зеленського щось зміниться на твою думку щось змінилося в цьому напрямку може зараз ну пан президент казав бракує людей бракує професіоналів може він зараз якраз і підбирає якусь людина на всю посаду і відтого не робить яких якихось таких кроків решучих жизнь українців никак не поменялась абсолютно с 14 года жизнь от когда случился государственный переворот в 14 году как пришел режим про западный вернее ставленники запада и так он и продолжается сейчас можно сказать так шестой год правление порошенко ничего не поменялось просто поменялись лица и говорит так же как и порошенко будет мир мир есть мира нету будет порядок порядок есть порядка нету может еще и хуже и еще я знаете так отвлекусь на минуту в нищей стране очень легко воевать очень легко воевать и очень легко контролировать людей потому что за кусок хлеба грубо говоря за тех же 100 долларов люди пойдут и в ато в окопах сидеть люди пойдут и убивать друг друга как было в броварах и то же самое что было и в житомирской области давай нам зду 10 тысяч гривен за ставки плюс рыба плюс отдых это что рикетирство вымогательство легко набрать в нищей стране бойцов для этого очень легко потому что ни работы нету и люди те которые уже привыкли убивать и воевать они работать не пойдут дальше экономическая ситуация поменялась с приходом зеленского нет не поменялось есть какие-то посадки что он говорит я там приду всех коррупционеров посажу кого посадили никого не посадили и то что был телефонный разговор порошенко и байдена я вам даю сто процентов такие же разговоры и у зеленского зеленский бы никогда в жизни не стал президентом без соединенных штатов они дали таможня дала добро как фильме классическом вот как все произошло и ничего не поменяется и и я вам скажу так вот украина это как куст колыны олицетворение нашей страны красивый куст колыны вот как говорят националисты богом дана нам земля это богом данном нам например вся колына но они не могут понять чтобы колына приносила какие-то плоды от нее был толк нужно каждодневно ею заниматься подливать обрезать а этим никто не занимается богом данное все вот она есть все ничего не надо делать нам бог дал все мы будем ее обрывать и каждая власть приходит она понимает у меня есть четыре года это на старт внимание марш подбегает к этой колыне начинает обрывать выборы отогнали этих пришли другие те начинает обрывать никто никто не занимается не селекция и опоздаются ну четыре руки значит сам мало чу пять роков треба на висим чтоб людина пришла да ну на висим роков зеленский сказал мне хватит одного срока я там прихожу что-то там поделаю и уйду а сейчас говорит нет я уже буду и на второй срок сейчас еще и и конституцию будут менять еще и 5 сроков он четко не сказал я сказал что он подумает у него есть чем думать если зеленский сказал подумает это значит вы же знаете откуда он 95 квартал это вся его вот эта банда шайка клоуны то что они говорили это знаете я всегда как бы стараюсь не стараюсь я всегда отвечаю за свои слова из за свои поступки вот говорят я голосовал зеленского чтобы не пришел порошенко а какая разница а то я задаю вопрос сейчас год прошел какая разница порошенко он в открытую говорил граждане украины я вас иду убивать и грабить убивать на донбассе и грабить в тылу зеленский делает абсолютно то же самое только не признает этого якобы типа я не такой а на самом деле вся политика тоже самое грабит и убивает народу украины и знаете есть очень хорошая фраза такая политика украинской власти сильных в рабы слабых в гробы вот это чистая правда за украину если ты нищий умирай если ты посильнее иди в бандформирование едь в бровары едь ставки отжимай или едь на донбасс вот политика государства украина зеленский то же самое что и порошенко